всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня у меня закупка продуктов из магазина лента ездила я туда сама оставила приличную сумму 15000 конечно много что подраза подорожала много я считаю из того что подорожала необоснованно ну да ладно компуста 100 рублей новый урожай 150 рублей ну как бы да вот в общем закупилась у нас закончилось много что поэтому я прям так по серьезному закупилась также хочу сказать что у меня есть канал на яндекс дзен я об этом уже говорила я там выкладываю влоги кому это интересно обязательно переходите все ссылки внизу в инфобоксе а также перед этим видео видео вышло видео прогулки в ленте на этом снимала полочки вот думаю что многим из вас будет интересно потому что он показывала там цены можно кое-какие посмотреть вот и чек как всегда будет в конце видео давайте же покажу закупку так я тут все разложила но кое-кто пытается вскрыть пакет с кормом вот он бандит я фан нельзя нельзя в общем девчонки у меня все проверили вот такая закупка у меня получилось давайте я начну с мороженого и заморозок потому что боюсь что они у меня растают уберу их сейчас морозилку потом покажу вам том числе из бытовой химии что я купила так мороженом вот взяли это меня взял сын я ездила со старшим сыном джуси со старшим сыном он взял мне вот такое мороженое и вот такое вот это вот вот это мужчина мои очень любят вот такое мороженое вот так что в зале общем эти хулиганичивают у меня тут все вот сейчас я это уберу и мы продолжим да и также я купила вот такую смесь также я купила вот такую смесь для чая я и про нее уже говорил у нас такое солнышко девочки хорошие да про него же говорила не раз мне очень нравится можно конечно же отдельно покупать облепиху имбирь но смеси заварил в чайничек вообще просто обалденно и вот такая вот вот она называется мира торг смесь для чая с облепиха имбирем вот очень нравится очень вкусно прямо вообще добавляйте ложечку меда и все обалденно вкусно также я купила себе у меня не мои мужчины не едят бруссельскую капусту я мне только я ее просто отвариваю и обжариваю на сливочном масле просто получается очень такой линдовскую и еще зеленый горошек взяла но я часто с рисом делаю зеленый горошек в общем у меня мои запасы уже которые я морозила с прошлого лета закончились поэтому взяла зеленый горошек баночка моя так все я все убрала мороженое убрала так что давайте начнем все-таки с бытовой химии до беда с бытовой химии я бы сказала совсем все то что есть ценники конечно просто обалденные смотрите вот предыдущие видео этом показывала на порошки на все остальное поэтому конечно кошмар вот но я набрала вот все лентовская хочу попробовать кондиционеры я пробовала средства для матья полов я пробовала нравится кондиционеры жидкие девочки они вот эти вот очень жидкие я не скажу что они супер смягчают как-то но в нынешних реалях пойдет также решила попробовать а еще я пробовала вот такое средство для прочистки труб она хорошая но единственное что если прям сильный 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 супер сильный засор то наверное она не справится вот я периодически чищу он когда вижу что чуть вот только чуть начала плохо уходить вода заливаю там буквально два часа или на ночь например и отлично и он не разъедает вот эти вот знаете бывает иногда средства зальешь и начинает разъедать вот эту вот трубу но не труба вот эту вот часть ничего не разъедает отлично справляется но с такой не сильными засорами поэтому взяла такое средство и вот это я беру впервые я решила попробовать раз уж раз уж такая история да чистящий спрей для ванны с лимоном не знаю попробую как вообще мне кажется я не брал может быть я когда-то брала не помню но вот решила попробовать потом вам расскажу также взяла вот такой пятновый водитель для цветного белья тоже попробую активная пена 500 миллилитров бюджетная цена почему нет и для туалета решила взять тоже попробовать вот не знаю посмотрим на этом а что он такой хлористый наверное очень много хлорки в нем я так предполагаю но попробуем так также я взяла ватные палочки вот такие вот ну потому что не самые дешевые две упаковки сразу себе мыло вот такое тоже видите все все вот этой марки ленты решила попробовать с алоэ вера антибактериальное мыло как раз хотела джунька моя пришла попробовать она смотрите с этой стороны вот такое как пупырчики такие не будет раскисать наверное в этом в мыльнице да так салфетки пачку антибактериальных это всегда я беру и взяла вот для растений для рассады вот такое вот удобрение я думаю что будет нормально крепыши такой малышок прям пухленький тут хорошенький и вот такой вот для всех остальных цветов для декоративно-лиственных думаю нормально у меня еще это моему младшему сыночку он просил ему машинку какой-нибудь купить еще старший кстати взял точно такой же только белая ну ладно поваловать немножко мальчишка не же мне помогает и вот корм про баланс это тот корм который я заказывала на петшопе это у меня будет замена роял конина я на петшопе заказала только влажный увидела в ленте что-то это по акции стоило не помню уже сколько девочки но совсем недорого кило 800 хороший корм премиум качества но отзывы по крайней мере да попробую как мои если все будет хорошо то мы на нем и останемся это наше российское производство девочки вот кто ищет хорошую замену очень советую здесь и консервированный корм как вы видите и вот такой консервы для кошек есть вот для кошек появился а для собак нету вот этих про баланс я взяла одну меня еще проял конин не закончился я хотела показать вам кто изготавливает адрес производства вот россия тверская область город тверь вот по заказу о велком российской федерации селушке район так что он должен быть хорош так ну и теперь сама основная закупка начнем с яиц я называю эти яйца c0 я буду их так называть дальше девочки но кому не нравится ну я думаю суть не важно как я их называю от этого они не меняются хуже не становятся лучше тоже поэтому яйца c0 отборные дальше три десятка купила свининку карбонат вот такое хочу он потом знаете стейками нарезать в панировочных сухарях как отбивные свиные сделать по 322 рубля вот у меня тут кусочек на полтора килограмма получился дальше была акция вот на бедрышки вот эти вот я взяла две упаковки куриные бедра и взяла также фарш здесь был куриный 255 рублей и домашний 404 рубля за килограмм это подешевле чем в мясном магазине в котором я покупаю но по качеству я не знаю посмотрим но с куриный куриный не из грудок тут это точно так купила еще курочку она тоже по акции стоила хочу я прям запечь целиком будет вкусно дальше тоже были по акции вот эти кругицы сочные две упаковки взяла у таких сыром и вот такие не помпа 99 рублей стали и наггетсы вот эти вязанка сливушки вообще вот эти вязанка сливушки и сосиски и вот очень хорошие мне очень нравится вот с индейкой и вот такие вот уже пусть меня будет морозилку брошу будет отлично также я купила сосиски венские я также говорила много раз что я их часть оставляю ну так погрызть до часть убираю в морозилку потом достаешь на пиццу или просто отварить к тушеной капусточки вообще супер кстати купила капусту поэтому буду тушить с сосисками также купила вареную колбаску я сегодня буду запекать курочку и делать оливье счет прямо захотелось вот поэтому и соответственно я купила здесь но есть еще соусы вот такие мои любят вот такой вот майонез впервые увидела ядреные зернистой горчицы хреном мне кажется должно быть очень вкусно вот сметанный очень люблю сметанный майонез он подороже чем обычный но он реально такой вкусный легкий на салаты супер и еще вот такой вот сырный соус мы взяли также вот такой кусочек сыра с сырами тоже сейчас как-то не очень но я думаю что с беларуси будут поставки будет много в ленте сыров разных и вот такой вот вот это у меня муж любит я не люблю вот это плавлено копченую вот это вот плавленый копченый колбасный сыр я не люблю это у меня муж любит для него купила так здесь еще у меня сыр вот такой моздом плавленый и вот такой обычный дружба наверное сделаю сливочный супчик вот также взяла масло из волок да вот это вологодское масло вообще вологодские молочные продукты они очень хорошие очень вкусно мне нравится здесь соответственно я еще набрала вкусноте кстати масло вкусноте его не было или было но я что-то пропустила наверное вот вкусноте его появились всякие йогурты и тому подобное вот взяла вот такой вот это со злаками это что-то наподобие активе со злаками сливками знаете активе вот тоже питьевой со злаками есть и вот такой с клубникой на пробу здесь у меня сметанка 15 процентная и вот такое вот еще свежее завтра вот такие на завтрак мюсли семена тыквы подсолнечника льна мне муж такие любят я уже не две штучки купила донисима тоже были по акции еще у меня сын тут набрал может или вот такую тоже люблю взяла вот такое мало гос вологодское молоко она была тоже по акции конечно не очень удобная упаковка ну ладно мы я молоко просто так не пью поэтому нормально и еще вот такой вот молочная страна сгущенку такую тела так здесь у меня еще давайте сразу морковь тоже по акции была такая большая целый килограмм прям мои мужчины быстро съедят и селёдочку вот такое тоже вкусненько будет конечно лимонады от мы с сыном отпили тархун как я люблю лимонад тархун девочки это что-то нечто очень вкусно кто не пробовал обязательно попробуйте еще у меня взял вот такое вот буратино так взяла помидорку томатную пасту кстати помидорку вот эти хорошие томатная паста еще увидела что я не видела до этого но я давно магазин не было зернистая вот такая горчица от махиев очень вкусно мясо запекать обмазывайте вот это вот зернистой горчицей мясо и получается прямо ну очень такое красивое аппетитное и вкусное сочное любое мясо хоть куриную грудь хоть что так хрен вот такой махеев купила и были по акции хайнс горошек и кукуруза также хлеб булка у меня батон вот такой лентовский лентовская выпечка очень хороший и увидела оладушкин вот такой ведь и без сахара завтрак с добавлением клетчатки батон такой попробуем мне кажется я такой не пробовала не знаю я может быть пробовала но они упаковку поменяли это точно так лента ржаной хлеб яичную лапшу для лагмана купила вот такую ленты вот эта лапша тоже очень вкусная отмистрали смесь бобовых для супов вот этих вот наваристых ангисит на наваристые густые очень вкусно еще если на копченый какой-нибудь ребрышки или косточки копченые вообще будет обалденность макароны вот такие вот эти вот лапшу бежбар мочная и все время не не выговорить дело запеканку с этой лапши мужу очень понравилось правда видите она здесь вот такая вот меленькая это вот лента марка но больше никакой марки не было только такая дела и сделаю запеканку мужу дальше гермишельку взяла какую-то вот такую не знаю попробуем честный продукт какой-то и вот такой взялась циферки такие там эти лента в общем какая-то тут вот такая и рис я взяла для плова последнее время часто делаю плов решила сразу большую упаковочку взять так у меня еще здесь всякие вкусности к чаю и сам чай взяла вот такой на пробу лента черный цейлонский попробуем еще вот такой чай что-то мы с сыном решили что будет очень вкусно мы с ним ходили там до фруктово-травяной чай мят мята и малина сто процентов натуральная фруктово-травяная композиция добавлением сахара или меда в общем попробуем пакетиках 100 штук я не брала раньше такую не пробовала также от яшкина вот такие заварные заварив мельки в крови не играл глазури такие вот тоже что там с ним повелись так соломку соленую взяли и еще вот такой вот вот такое печенье такое мы брали уже вот это лентовская вкусно кстати здесь конфеток понабрали всяких разных взяли батончики вот эти мои любимые рот фронт обожаю это самые лучшие конфеты в мире но не совсем самые лучшие еще лучше это трюфели вот эти причем вот этим не очень нравится именно красный октябрь они просто тает во рту это нечто я обожаю трюфели это просто конечно цена да но чуть-чуть на 129 рублей можно все побаловать хорошо моим отчистки не съели у меня эти конфеты себе не купили вот эти жевательные ленты кстати они тоже очень вкусные я тоже иногда живем а вот такие я не люблю это типа мармеладок живинка арбуз вот такие на 55 рублей так фрукты ну с помидорами конечно беда я не знаю не все какие-то как пластиковые честное слово лежат но сейчас сезон такой да ничего с этим не поделаешь поэтому мы взяли вот такие черри помидорки девочки писали наташа бери черри они по крайней мере вкусные но они прям ароматные попробуем я там выбирала полдня вот дальше яблочки вот такие какие-то крипс пинг первый раз так вижу по 159 рублей дальше мандарины по 139 рублей но цены на у фрукты не поднялись на мой взгляд бананы 119 рублей они в прошлом году стоили 109 что тут такое вот по крайней мере я покупала за такую так здесь киви по 99 на считать 100 рублей да и вот еще взяла как раз огурчики по 131 рублю прям тут с цветочками такими вроде очень хорошие вроде бы да и ветка редька вот эту маргелландскую я и просто натираю на терке на крупный добавляю соль растительное масло и все и просто таким люблю и обожаю как раз три штучки патру наверно сегодня как раз на ужин и пойдет так капуста наша многострадальная по 140 ну вот до 147 рублей капусту белокочанная вообще обалдеть девочки что это такое я не могу так картофель эконом 47 50 рублей но в прошлом году тоже картошка дорого стоила по весне всегда все фрукты и овощи они мало того что невкусные так еще и дорогие но хочется очень хочется свекла 56 рублей правда она мелкая я тут выбрала некоторые крупные так она конечно такая мелкая ничего на винегретик сварителя на борщ отлично пойдет так ну что вот такая вот у меня получилась закупка конечно всякой ерунды я тоже конечно набрала не без этого не без этого у меня вообще нельзя отправлять магазин не все надо мне все пригодится вот такая получилась но и давайте покажу вам чек и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok